Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас будет очень необычное видео. Это закупка вещей в очередной раз, кстати, на Дашу Панихом спустя очень долгое время. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали. Почему же Даша Панихом? Почему почти всегда все видео закупки именно вещей, причесок и одежды связаны именно с этим персонажем? На самом деле все очень просто. Только Даша сдерживается в лишних тратах по СК, так как ей приходится спасать всех уходящих с Юрвика старичков. И до этого в течение нескольких месяцев, в течение где-то полугода или даже больше, ей легко удавалось спасать уходящих лошадок, но это все отражалось на ее собственных хотелках. То есть она могла себе позволить максимум одну лошадку купить в год, допустим. Это несмотря на то, что обычно у нее в кармане лежало около 4 или 5 тысяч старкоинсов. Но все это сохранялось для покупки старых лошадок-старичков. Но так как сейчас баланс старкоинсов уже у нее иссяк, и теперь любое спасение будет держаться на донате, по-другому уже просто никак, у меня появилась возможность закупиться ей вещами, в том числе амуницией. Поэтому мы срочно направляемся в торговый центр города Юрвика, потому что там могут быть те вещи, которых нету в глобальном магазине. Помним об этом, что в глобале у нас не все, что есть в игрушке. И идем мерить и покупать много разных вещей. Вот мы и добежали до автобусной остановки, сели как будто бы на автобус, и доехали до торгового центра, в котором сейчас мало кто играет, мало кто ходит именно закупаться. Мы идем вначале в отдел с амуницией, так как в прошлые разы я как раз упомянула тот момент, что я хочу купить розовые винты, какие-нибудь старенькие для старых поколений, но тут таких нету, их нужно искать в другом месте. Ну, можем, в принципе, просто еще посмотреть, что здесь имеется в наличии. К примеру, есть вот такие вот интересные нагавки, скажем так, для стареньких поколений. И можем посмотреть еще и старые седла, но их тут очень мало. Самые лучшие седла для старичков продаются в падении губернатора. Мы тоже туда отправимся, но чуть попозже. Нужно посмотреть еще белый вольтрап с белыми бинтами. Кстати, вот они, да, я, пожалуй, их... Ну, пожалуй, можно и купить. У меня есть, похоже, нагавки черные, но нету вольтрапа и нету белых. Я считаю, что на каждом аккаунте обязательно должны быть в наличии белые бинты и белый вольтрап. Любые. Главное, чтобы они были. Ну, и также черные седла и черная уздечка, которые подойдут вообще в любом случае на соревнования. Также я покупаю вот этот коричневый вольтрап. Наверное, я не знаю, стоит ли покупать уздечку к этому вольтрапу. У меня седло вроде бы есть. Что еще можно взять? Может быть, вот эту? Или вот эту? Не, ну вот это седло я точно брать не буду. Я не знаю, зачем оно. Ну, вообще, вот эта Франциско уздечка мне всегда рада была. Давайте его возьмем. Что у нас по черным цветам? Я все-таки хочу посмотреть, есть ли бинты. И вот уздечки. Уздечки есть. Как-никак какие-нибудь. Так, ага, вот это седло у нас есть. К нему уздечка должна быть. Фиолетовая сумеречная уздечка. Мы тоже покупаем. Самая популярная. Тоже одна из самых популярных уздечек ранее. Можно еще другие посмотреть. Но нет, пожалуй, вот все. Тем более у меня место закончилось в рюкзаке. Пойдем мы его опустошим. Это место. И мы посмотрим, что еще можно купить здесь. Ну, я думаю, встретимся с вами уже в падении губернатора. И все-таки нет. Я решила заглянуть в глобальный магазин, прежде чем мы отправимся в падение губернатора. Я хочу посмотреть черные бинты старые. Ну, пожалуй, к тому Вальтрапу. Потому что я не помню, чтобы они у меня были. Но, я не знаю, почему-то мне такое чувство, что они не отображаются. В глобальном магазине очень плохой фильтр. То есть, если вы нажимаете белое, вам может и не показать что-то белое. Если вы нажимаете черное, вам может не показать что-то черное. Но при этом обязательно покажет что-то цветное с капелькой этого черного. Не знаю, это очень сложно. Но, похоже, что действительно бинты у меня есть. Я их, видимо, купила. Только они тут не отображаются. А вот, кстати, есть седы из падения губернатора. Пожалуй, я лучше их куплю прямо здесь. Уздичку. И вот эти старенькие нагавки. Когда-то были самые лучшие черные бинты. Вернее, на всем Йорвике. Теперь посмотрим по белым. Так, у меня сейчас показалось, что там было два одинаковых седла. Покупаем точно такие же белые нагавки. Бинты. И вот этот вот мой самый любимый белый бальтрап. Розовенькие задом тоже тут посмотрим. Но мне кажется, что розовые будут в магазинчике на втором этаже торгового центра. Собственно, мы сейчас здесь и находимся. Но мало ли, может быть, они все-таки есть в глобальном. Старые сеты Бокат. О! Вот они, вот они. Кажется, это они. Пожалуйста, это вы? Да, это те самые бинты, которые я искала. Меня жалко... А, нет, мне хватает. Почему мне при нажатии показывало красным? Мы их покупаем. Купили уже с вами за шиллинги. Сейчас еще посмотрим, мало ли, есть какие-нибудь розовенькие украшения. Бантики я покупать точно сейчас не буду. Ну и все. Мне больше-то, по сути, ничего и не нужно. Сейчас быстренько все это отсортируем. И побежим дальше. Так, а в падении губернатора нас интересует вот этот магазин. Самый элитный. Элитный когда-то. Но я считаю, что в принципе он до сих пор самый элитный. Здесь у нас есть и новые комплекты, но меня интересуют старенькие. И, как вы можете заметить, я не купила ничего из самых ранних сетов. Пожалуй, я не знаю. Наверное, нет. Наверное, самый ранний комплект я покупать не буду. Или буду. Не знаю. Нет. А вот коричневый стоит купить, так как у меня его нет и он мне нужен. Так, это у нас есть. Это есть. Это... А, вот уздечка хорошая. Селье старенькое. Не знаю, стоит ли их покупать. Наверное, нет. Все-таки не стоит. Ну, а теперь мы вернулись экстренно в торговый центр города Юрвик, чтобы посмотреть бинты. И вот они, черные бинты, которые не отображаются в глобальной, но при этом есть и были, есть и будут именно здесь. Может быть, что-то розовенькое тоже тут найдется. О, какие же классные вот эти пятнистенькие тут такие бинты. Да, ребята, не забывайте. Никогда не забывайте о наличии мировых магазинов, которые разбросаны по всему Юрвику. Заезжайте, смотрите, не ленитесь. Порой в них можно найти то, о чем вы даже и не думали или, может быть, мечтали. Ну и, конечно же, мы забежали еще в магазинчик одежды. Но я не помню, чтобы у меня были какие-то особые хотелки для Даши. Насколько я помню, все, что я хотела из одежды я купила. Ну, может быть, еще свитерочек, но это уже, я думаю, зимой. Мы сделаем такую покупку. И насколько я могу... А, у тебя нету шлема. А почему у тебя нету черного шлема? У тебя есть сапоги, перчатки, но у тебя нету шлема из этого комплекта. Не знаю, стоит ли покупать. У Даши не так много вещей, насколько я помню, именно по покупных. Ну, кстати, куртечку тоже такую потом можно будет. Сейчас надо посмотреть и купить только самое нужное. Исключительно. Вот прям вот вещи первой необходимости. А, кстати, вот этот вот шикарный черный жакет можно использовать как рейдингот на соревнованиях, к примеру. Если у всех остальных моих персонажей обычно покупные прям рейдинготы, то этот жакет тоже сойдет. Такой красивый. Вот Даша и получила неожиданно красивую элегантную вещицу. Так, ну и в принципе на этом все. Пора возвращаться на конюшню и наводить там порядок. Как видите, лошадей очень много для тех, кто, к примеру, не следит за спасениями лошадок. В данный момент хочется сесть на лепецанчиков. Причем я только что осознала, что этих лепецанчиков тоже уже нету в игре. Это спасенные старички с конного фестиваля. Вообще не понимаю, почему их убрали очень так шустро. Они переместили. И я, между прочим, могу себе позволить... Я могу позволить себе уход. У меня осталось 74 СК. Давайте купим на 5 дней за 35 старкоинсов. Да. Потому что я сейчас в последнее время очень часто пользуюсь доп. аккаунтами. И мне уже начинает сильно огорчать то, что у них не ухожены лошади. Но теперь у Даши будут ухожены все лошадки. А тем более в пятницу еще дадут 100 СК. Как бы мы этими соточками накопить на спасение старичков уже не сможем. Только на донатике теперь сидим. Так что теперь все вот эти вот старкоинсы, которые будут начисляться, половину мы будем тратить на уход для вот этих наших лошадок. А я все думаю, на какого лепецана сесть. Да, наверное, на вот этого красавца в гречку. Так мы же еще и можем сейчас... У меня сколько? 39 старкоинсов. Мы можем ему и стрижку пойти переделать. Ой-ка, я 100 лет стрижки не меняла. У меня, по-моему, все лошади на этом аккаунте. Все со своими родными стрижечками. И ни у кого никаких изменений на этот счет не было. Так что кормим. Он, кстати, 12 уровень. Сейчас 13. Ого. Ого, он помахал ножкой. Он сейчас получит. Я надеюсь, 13-й нет. Ну. Эх, чуть-чуть не хватило. Буквально чуть-чуть не хватило. Да как что, Милон, машешь ножкой? Я, кстати, обратила внимание, что лошадки второго поколения, они такие же, как... Хотя нет, они отличаются от первого и отличаются от третьего тем, что они очень много кушают. Щипают травку и все такое. У третьего поколения такой функции, по-моему, нету вообще. Так, ну, лепецанты у нас выездюк. Выездковый конь. Конь? Да. Это у нас алмазный прах, насколько я помню. Так, ну, что бы на тебя надеть? Вот сюда мы надеваем конкурное седло, потому что второе поколение можно на вот этих лошадок, на арабчиков. На тебя, в принципе, тоже, но... Нет. Мы на тебя именно выездковый сет сейчас собираем, причем, знаете, такой в духе вторых поколений. Ну, с частичным переходом на третье. Мы берем как раз-таки вот эти свежекупленные бинты и вальтрап белого цвета. И идем искать одежду именно персонажу. Я вот вначале думаю, может, такой бантик, шакет с бантиком. Так, а я не поняла, у Даши что нету белых штанов? Ну, давай черные. Давай черные наденем. Надо было вначале штанишки купить, потом уход покупать. Хотя, может быть, там и не хватило. Так, перчаток белых... Не знаю. Так, кепочку. Нет, шлемачок. Вот такой вот шлемачок. Или вот этот... Я не знаю. Я думаю, подойдет. И вот этот новый жакет, который мы купили. И идем менять ему шишки. Очень хочу старенькие шишки на эту лошадку. Прям вообще. И так, что у меня по макияжу, по прическам? Да, наверное, ничего. Я думаю, так и оставлю. Хороший макияж, мне нравится. А по прическам... Я тоже оставлю так. Не хочу ничего менять. Меня, собственно, все устраивает. Берем нашего липчика. И идем к парикмахеру. Менять ему на вот эти вот старые каменные шишечки. Как каменная средневековая стена. Такой старенький уже. Я прям не могу. Но все равно такой смешной, милый. Ой, ну красота какая. Кстати, я давно на лепицанох не каталась. В принципе, именно на втором поколении. Так, у нас стоит 19 старкоинсов. То бишь, у меня останется 20. Да, хочу шишки. Никакую другую прическу. Я хочу шишки. Я хочу стопроцентную сейчас сделать выездковую лошадь. Прям очень-очень сильно. Так что... На-на-на-на... На-на-на... Смотрим, смотрим. И покупаем... Да. Да, именно эти шишки. Потому что корешка такой себе. Ну, кстати, у него глаз так и не починили. Он все еще смотрит вбок. И у него закрывается правый глаз, по-моему. Итак, все. А-а-а! Мы купили. Мы купили ему причесочку. Так непривычно. Там все такое старое. Ну, по прическам. И... О, боже мой. Какой ты хорошенький. Какой классный. У меня осталось 20 старкоинцев. И... Я не знаю. Может быть, я потрачу их на еще что-то. Но я пока не знаю. Таган-таган-таган-таган-таган-таган. Какой серебристый красавец в гречку. Очень красивенький. Хвостик старенький, страшненький. Но все равно... Я до сих пор помню, как на основном аккаунте с большой любовью... И с большим бешеным желанием побежала себе покупать лепицаана. И лепицаан был, по-моему, моей 12-й лошадью в конюшне. То есть вот она, когда вот первое поколение... Ну, первая партия лошадей, которая заполняет всю твою основную конюшню нерасширенную. Ну что ж, вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Любите ли вы устраивать такие закупочные дни для своих аккаунтов. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!